Давайте еще скажем славу нашему Господу Иисусу Христу. И мы с вами, как и сейчас брат говорил, Алексей, и вообще Слово Божие говорит, и мы с вами понимаем, что без Иисуса Христа мы ничего с вами не можем. И так говорит Слово, что без меня, говорит, делать ничего не можете. И мы поэтому будем призывать сегодня имя Божие на это место, на наши сердца, чтобы Господь благословил нас. Об этом очень хорошо знал и народ Божий в Ветхом Завете. И мы с вами это видим, что Иисус, Он хотел научить своих, свой народ, хотел научить Израиль, чтобы они понимали, что без Него ничего не могут. И это они, я думаю, усвоили. Когда они, помните, когда Господь им предал Иерихон, этот город, и этот город был укрепленный, хороший город, большой город. И, я думаю, там и народа было тоже немало, потому что, ну, это был большой город. И как Он им предал? Они все сделали по слову, так, как им было сказано, что надо было шесть дней обходить вокруг этого города, а в седьмой день обойти семь раз, потом вострубить юбилейной трубой, трубами там трубить, юбилейной трубой вострубить, и потом воскликнуть. И когда все это произошло, мы с вами видим, что и стены там, они эти, разрушились. И таким образом они имели эту победу. Но в другой раз, когда был другой город, небольшой город, и они думали, что его вообще никаких не составит, никакого труда его захватить, этот город Гай. И мы с вами видим, что в тот момент с ними Бога не было, потому что они согрешили, потому что они там взяли заклятое, из заклятого там, один человек он взял из заклятого. И так получилось, что они не смогли этот город взять. И насколько для нас с вами важно, чтобы Иисус Христос, Он был с нами, чтобы Он сегодня присутствовал на этом месте, чтобы Он сегодня пришел нас с вами благословить, сегодня нас с вами вдохновить еще на этом пути Божьем, на пути, который ведет в Новый Иерусалим, ведет в небо этот путь. И нам без Господа сложно бывает и трудно, но с Ним все препятствия, все преграды мы с вами можем преодолеть, потому что Он с нами, потому что Он ведет нас, потому что Он нас оберегает, Он хранит нас. Написано, что без Его воли, без Его воли ни один волос даже с нашей головы не упадет. Поэтому все, что бывает, происходит в нашей жизни. Господь так, значит, допускает для нашего блага, для нашего научения. Может быть, еще какие-то моменты Господь хочет нас научить каким-то моментом. Мы за все это скажем слава нашему Господу. И перед молитвой я хотел бы зачитать это второе постание Коринфянам, 13 глава, с 11 стиха, выше Он пишет о том, что Он где-то и показывает что-то народу Божьему, где-то обличает еще, где-то с любовью что-то подправляет. Он говорит, что у них еще много есть каких-то моментов, которые мешают им идти по дороге в небо. Он говорит, у вас есть там раздоры, зависти, гнев, может быть, ссор, клевета, еще какие-то моменты. И все это может быть. Но апостол Павел и Дух Святой, он еще такие слова говорит, с 11 стиха, 13 глава. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым, приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». И он понимал, как важно, чтобы Бог, Он был с нами, чтобы Он был со своим народом, чтобы Он был с каждым из нас, чтобы Он был в наших семьях, чтобы Он был тогда, когда мы на работах находимся, когда мы находимся в собрании, когда мы находимся, там, не знаю, где-то, может быть, среди людей этого мира. Апостол Павел понимал, как важно, чтобы Бог, Он был с нами. И он говорит, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. И говорит, будьте единомысленны, будьте мирны, чтобы не было ссор, не было распри. Он говорит, чтобы у вас были единые мысли, чтобы вы были единым желанием таком поклониться Господу, прославлять Его, служить Ему. И тогда он говорит, и Бог любви и мира, Он будет с вами. Я думаю, каждый из нас хотел бы, чтобы Бог любви и мира, Он и на этом месте сегодня был с нами. Чтобы сегодня Господь благословил каждого из нас. Чтобы Он сегодня наполнил сердца нашей своей благодатью. Чтобы мы сегодня с вами встречу имели эту с Господом. Это очень важно для каждого из нас. Поэтому мне бы хотелось вместе с вами сейчас склониться пред Господом и совершить эту молитву, молитву благословения на это собрание, на это служение, на каждого из нас. Аминь. Совершим такую молитву. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус 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 По милости каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосиф ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле, в одни Ильи, когда заключено было небо, три года и шесть месяцев, так что сделалось большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, как только вдове в Царепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Вот это место священного Писания, и мы понимаем, что Господь пришел к своим, и Слово Божие говорит, своего не приняли. И Он все равно идет к своим. И когда пришел в Дом Божий, в храм, читая книгу пророка Исаии, обращается к своему народу, те свидетельствуют и видят, что истинная и благодать Божия действует, и понимают это. Но когда Он им начинает говорить, вот этих два примера, что было время, и к вам не был послан, или куда-то в Сарепту, к какой-то вдове, и чудо произошло в жизни этой вдовы, так же и к сирианину, к военачальнику этому был послан. И написано, они все исполнились ярости. Мне сегодня хотелось бы назвать свою проповедь, два примера, и говорить о таких примерах, когда Христос приходит в нашу жизнь, и мы не получаем то, что хотел бы Христос дать для нас. И порой в нашей жизни потом проявляется огорчение, в нашей жизни обиды проявляются на Господа. Как в этом случае, когда Господь им показывал эти примеры, Он говорил им, а они пришли в ярость. И из-за того, что народ Божий не получил, народ Божий, когда Бог приходит к нему, не получает, приходят огорчения, приходят обиды. И мне хотелось бы сегодня говорить, чтобы мы получали эту помощь в Боге, стояли крепко в вере и уповали на Него. И читая книгу, третью книгу царств, 17 глава, мы читаем такое повествование как раз о том, когда Илью Господь посылает к этой вдове. И с первого стиха, и сказал Илья, пророк, и святитянин, из жителей галаадских, Ахау, жив Господь Бог Израилев, перед Которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И восьмой стих, и было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. Вот такие события начинаются происходить, когда Господь при свидетельствовании говорил об этом примере. Он говорит, промежуток был 3 года и 6 месяцев. Когда Господь повелел Ахау, когда Господь повелел Илье сказать Ахау, что будет дождь, сказано, что прошло около 3 лет. И вот в этот промежуток, в этот промежуток, больше около полугода, Господь через воронов кормил Илью. Но случилась там беда, что поток, который назывался Хараф, он иссяк. Это случилось где-то, прошло время больше полугода, и получается, дальше Он повелевает Илье идти в Сарепту Сидонскую, к этой вдове, и ей сказано, что она тебя будет кормить. Мы видим, когда Он ему говорит такие слова, Он говорит, скажи Ахау, что не будет ни дождя, и второе, что Он говорит, не будет ни росы. Вот когда дождя нету, это ладно, но вот когда нету росы, это значит, надо понять, что нету перемены погоды. Роса обычно выпадает тогда, когда днем жарко, а ночью прохладно. И какая-то чуть-чуть влага, которая появляется в окружающей среде, она начинает конденсировать, и выпадает роса. Но когда Бог произносит слова, что не будет ни дождя, ни росы, значит, что происходит? Пекло днем, пекло ночью. И это происходит на протяжении больше половины года. Я где-то посмотрел, и представил, примерно это, наверное, 8-9 месяцев, и порог, поток воды, который был там, он неся. И что характерно, когда Илья приходит и видит эту вдову, он обращается к ней и говорит, принеси мне воды. И написано, что? И она пошла. Она пошла. Вот что бы ни происходило в окружающей среде, мы видим, что иссыхают потоки, дождя нету, росы нету, и можно сказать, что вода становится драгоценностью в тот период, когда засуха. И когда Илья обращается к этой вдове, и сказано, и пошла она, что бы взять. И никаких проблем нету. Она идет. Хоть это дефицит, мы видим, что в это время засухи, это драгоценность. Она идет взять. Но происходят какие-то другие совершенно события, и он закричал ей вслед и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки твои. Она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, и только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съем это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, но пойди и сделай, что пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне и для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощается и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. все бы хорошо, да? Какие бы трудности ни были в жизни этой вдове вот в этот период, в период засухи, но когда Бог просит у нее дай воды, то почему-то спокойно идет за водой и хочет принести пророку. Но когда вслед ее какие-то слова другие произносятся пророкам, он говорит и дай мне в руки кусок хлеба и происходит перемена. Мы видим, что вдова начинает говорить у меня там в катке чуть-чуть, у меня масло чуть-чуть, у меня сын, сейчас соберу то, что у меня чуть-чуть есть, сделаю и надежды никакой и все, и умру. И Илья говорит ей ты сначала сделай для меня, ты для меня сначала сделай, а потом сделаешь для себя, для своего сына. И Господь говорит, что мука не будет прекращаться и масло всегда будет в сосуде. Порой в нашей жизни так же происходит, когда что-то Бог просит от нас и нам легко это сделать. Когда он касается каких-то сокровенных вещей в нашей жизни, когда это, знаете, как Илья вслед крикнул дай в руку мне кусок хлеба и все и она остановилась. Я могу понять ее совершенно, потому что это вдова ей никто не поможет, ей никто не даст, об ней никто не позаботится. Это ладно бы, она бы еще была одна, но у нее есть сын и она видит этого сына в своей жизни. И когда такие события происходят, ну, как бы, она, я не знаю, наверное, отрепь взяла ее. Она как? С последним расстаться? Последнее отдать? Обречь себя на голод? Ладно бы, знаете, обречь себя, но сын есть. И инстинкт мамы всегда говорит, что надо сыну последнее отдать. И мамы всегда жертвуют. Я не знаю, как это происходит. У меня в жизни не было мамы. Но я знаю, что мамы стараются последнее детям отдать, позаботиться. И тут такие слова. Впослед, когда Илья говорит, и дай мне этот кусок. И все, и она как бы, и я понимаю ее слова, когда она говорит, да у меня совсем там чуть-чуть осталось, я соберу и все, и умру. И безвыходная ситуация. И так же происходит в нашей жизни, когда Бог что-то хочет от нас в нашей жизни. И что-то мы легко отдаем. Даже если, знаете, ситуация неблагоприятная в нашей жизни. Он говорит, дай воды. И она идет в засуху. Идет дать воды. Но Бог дальше говорит, а дай кусочек хлеба. И все, и проблема. И проблема. Мы порой, обращаясь к Богу, обращаясь к Богу, хочем в нашей жизни, чтобы Бог что-то сделал для нас. А потом мы что-то для Бога сделали. Или говорит, сначала сделай для меня. Я когда пришел в церковь, бывало, беседуешь с кем-нибудь. И кто-то, знаете, из неверующих говорит такие слова. Вот если Бог в моей жизни явил чудо, то я бы то-то и то-то сделал. Или говорит, сначала сделай для меня. Сначала приди ты. Сначала свое сердце отдай. Сначала служи мне. Или ей говорит, не будет истощаться ни мука, ни масла. Интересный пример про вторую вдову я хотел бы прочитать. Евангелие от Марка 12 глава 41 стих. И сил Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. И придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно, истинно говорю, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавши в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Меня вот этот случай сильно удивил. Когда я читал это место Священного Писания, я первое я как бы увидел, ну зачем ты сидел около сокровищницы, я вот так молился и размышлял, ты вот как сегодня сказано было, что Господь пришел на это место и смотрит, наблюдает за нами, и как бы, и в это время он тоже сел около сокровищницы и наблюдал, и сказано, что все шли и клали в сокровищницу, клали, видно, богатые, и он увидел эту женщину, которая поклала денежку, денежку, которая сказана, что это кадрант был, а две лепты, две лепты, я примерно посчитал, возьмем, давайте, например, возьмем, ну, у нас зарабатывают, например, рабочие, это одна шестьдесят четвертая часть заработка рабочего в день была, рабочие, например, зарабатывают тысячу рублей, разделить на шестьдесят четыре части, это будет примерно шестнадцать рублей, шестнадцать рублей, вот, знаете, такая мелочь, шестнадцать рублей была положена, но Господь подзывает своих учеников и показывает, говорит, она больше всех положила, все клали от избытка, и я вспомнил свою ситуацию жизненную, почему-то, когда вот нету избытка, нету избытка, и мысль всегда поспудно подходит, знаете, какая, вот было бы у меня больше, я бы больше пожертвовал, почему-то всегда, не знаю, как у вас, но если бы у меня было бы больше, я больше бы пожертвовал, и мы можем вспомнить богатого юношу, он подошел к Господу с таким же желанием служить ему, что Господь ему сказал, что у тебя есть, продай, раздай нищим, и этот юноша что сделал, он опечалился, мы видим другой как бы пример, и ситуация складывается в этом моменте, что просто вдова взяла, положила, у меня в жизни был такой момент, я как-то может рассказывал его, я жил в детском доме, и когда я уже стал взрослым, я заметил за собой одну причину и не знаю как я потом назвал это синдром детдомовских и надо если ты голодный надо всегда под подушкой чтобы сухарь хлеба или хлебушек лежал не знаю почему так происходит чтобы запас какой-то был и с этим запасом трудно всегда расстаться и вот когда я в церковь пришел что интересно было я когда членом церкви стал для меня было десятину положить для Господа ну сначала все для себя а из оставшегося смотрю смотрю первые как бы там я не знаю сколько время было ну не хватало денег не хватало как эта бедная вдова сначала на себя раз денег не хватает потом читая Слово Божие я понимал что не должно так быть потом начал уделять Богу из того что осталось обычно оставалось три недели пройдет но что там останется смотришь самому не хватает думал ненормально тоже потом как бы появилась вторая работа заработок называется Колыма и что интересно с Колыма как-то легче отдавать деньги и я просто начал с Колыма все деньги которые положены отдавать и потом мне совесть все равно судила судила и я взял один раз с Колыма на 100 рублей больше отдал мне Бог вернул за место этих 100 рублей 6,5 тысяч я думаю разовый или как это называется я думаю дай попробую еще раз еще раз 100 рублей отдал вернулось еще 6,5 тысяч я говорю господи последний раз третий раз больше 100 рублей отдал он мне обратно вернул 6,5 тысяч мне стыдно стало потому что понятно что написано вдова бедная и там с избытка вот я клал Богу с избытка был избыток да приходили деньги которые я колымил приходили они в жизни и мне легко было с ними расставаться но сокровенное вот это сокровенное моя зарплата дети жена там болезни там какие-то дом строить и вот все это знаете скопом наваливалось как у этой вдовы когда засуха воды нету вот это что драгоценное осталось осталось соберу поем и все а завтра жизни нет и что происходило в моей жизни я всегда четвертую неделю своей жизни называл черной потому что денег не хватало сколько бы я не зарабатывал приходило три недели проходит на четвертой нету денег как бы я не старался растягивал экономил урезал у себя урезал из семьи нету и когда я что для меня было в тот момент драгоценно когда я один момент решил нет все я буду для Бога жертвовать как сначала приходят деньги и что интересно остались те же деньги и стало на все хватать и Господь меня учил Господь показывал как апостол Павел говорит в послании к филиппийцам 4 главе он говорит такие слова во первых он говорит ибо я научился быть довольный тем что у меня есть он говорит я научился быть тем довольным тем что у меня есть и он говорит имею жизнь скудость имею жить и в изобилии научился всему и во всем насыщаясь и терпеть голод быть и и в обилии и в недостатке все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе Господь нас учит и жизнь будет поворачиваться по разному и будет недостаток будет изобилие и что-то мы легко для Бога делаем что-то легко для Бога отдаем и не только это могут быть финансы это может быть время это может что-то сердце в сердце твое что-то драгоценное и что-то мы легко отдаем а что-то Бог хочет как Илья кричит вдове под след Он говорит ей а вот это дай мне в мою руку Бог требует чтобы мы дали в его руку и тогда вдова говорит а как же я останусь я умру и сын мой умрет и интересное потом событие происходит после я хотел бы прочитать и помолиться и после этого заболел сын у этой женщины хозяйки дома и болезнь его была так сильна что не осталось в нем дыхание и сказала она Илья что мне и тебе человек Божий ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего и сказал он ей дай мне сына твоего и взял он его в руку с рук ее и понес его в горницу где он жил и положил его на свою постель и возвал Господу и сказал Господи Боже мой неужели ты вдове в которой я пребываю сделаешь зло умертвив сына ее и простершив над отроком трижды он возвал Господу и сказал Господи Боже мой да возродится душа отрока сего в него и услышал Господь голос Ильи и возвратилась душа отрока сего в него и он ожил и взял Илья отрока и ввел его в горницу в дом и отдал его матери и сказал Ильи смотри сын твой жив и сказала эта женщина Илья теперь-то я узнала что ты человек Божий и что слово Господне в твоих в твоих в устах твоих истина а до этого я вот так рассуждал а до этого что она не знала ну прошло время когда Бог явил ей такое чудо мука не заканчивается не иссякает масла и идет время и подходит и сын умирает и она говорит слова и сказала Илья что мне тебе человек Божий ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего пришли события в жизни какие-то проблемы в жизни так же у Хрися наверное бывает знаете когда Бог благословляет нас в жизни и мы порой забываем о его милости забываем о благодеяниях его и какие-то трудности приходят в жизнь и как вдова он говорит ты что пришел ко мне чтобы умертвить сына моего а до этого что она питалась хлебом и маслом и когда засуха ни у кого пищи нету а она живет по милости Божией и мне хотелось бы молиться молиться о том что Господь будет в нашу жизнь стучаться и просить что-то драгоценное уча нас как апостол Павел говорит он меня учит чтобы и в скудости и в богатстве я был доволен искал Бога чтобы укрепляться им искал Бога не для того чтобы проявить какое-то недовольство даже если в моей жизни приходят проблемы какой-то вдове сын умер и она или говорит ты что пришел умертвить моего сына и напомнить о моих грехах нет приходит Господь чтобы явить милость и эту милость он распространяет на нас на наш род на наших детей на наших близких и родных но он просит сначала сделай ты я благословлю тебя и это трудно сделать друзья это порой трудно перешагнуть через какие-то свои трудности перешагнуть через свои недостатки пожертвовать чем-то драгоценным что у нас есть но Бог говорит ты дай мне а потом я благословлю и мне хотелось бы говорить молиться и просить Господа чтобы уча нас чтобы мы в жизни доверяли в вере себя хранили и доверяли ему своей жизни как бы не было тяжело как бы не было проблемно но знай если мы Богу отдаем самое драгоценное Бог всегда благословит аминь будем молиться молись день Молись Когда обиду сносишь Когда в опасности молишь Молись, когда за милых просишь За злого нет друга Молись, молись Когда за милых просишь За злого нет друга Молись Молись, когда слабеют силы Когда возносишься, молись Молись у дорогой могилы За жизнь рожденную Молись Молись у дорогой могилы За жизнь рожденную Молись Молись минуту искушенья Коль победил себя Молись 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 В печальное мгновенье Что Бог простил тебя Молись 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 В печальное мгновенье Что Бог Молись 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 Ты не знаешь даже когда и где С этой жизни ты уйдешь Но все продолжаешь ходить во тьме Против Бога друг идешь Нет без Бога счастья, ты мне поверь Только у Него приют Может быть осталось немного дней Может несколько минут Не опоздай, преклони перед ним колени Не оставь все поступки греховной тени Что предстать, перед ним чистый морг И там на снежных облаках, где все чисто бело Ты войти со святыми мог вместе смело И прожить вечно с ним навсегда Если ты подумал, что жизнь длинна Нет она совсем как пар Ты поторопись, коротка она И прими спасенье дар Время, дамое тебе и мне Чтобы Бога нам найти Если же не знаешь ты вечность где Поскорей его найти Не опоздай, преклони перед ним колени И оставь все поступки греховной тени Чтоб предстать, перед ним чистый морг И там на снежных облаках, где все чисто бело Ты войти со святыми мог вместе смело И прожить вечно с ним навсегда Счастье очень близко возьми его Бог давно зовет тебя Радость и спасение у него Можешь стать его дитя Только стоит голову склонить И сказать ему прости Станет небо выси тебя манить Сможешь вечность обрести Не опоздай, преклони перед ним колени И оставь все поступки греховной тени Чтоб предстать, перед ним чистый морг И там на снежных облаках, где все чисто бело Ты войти со святыми мог вместе смело И прожить вечно с ним навсегда Не опоздай, преклони перед ним колени И оставь все поступки греховной тени Чтоб предстать, перед ним чистый морг И там на снежных облаках, где все чисто бело Ты войти со святыми мог вместе смело И прожить вечно с ним навсегда Одуванчиком на лугу Целый день я стоял на торгу Разогрелась от жара земля Но не нанял никто меня Было время тогда против нас И остался всего лишь час Говорил ты тогда со мной И послал виноградник свой И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна Не мозолил ладони в кровь Но, как и все, получил любовь И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна Не мозолил ладони в кровь А ты на всех поделил любовь И кто первый роптал, кричал Ну, а я лишь один молчал И стоял я, бледнел, краснел А динарий в руке горел И тогда ты, спаситель мой От молвы закрывал рукой Расплескаешь свое вино Если око твое темно И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна Не мозолил ладони в кровь Но, как и все, получил любовь И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна Не мозолил ладони в кровь А ты на всех поделил любовь Ты сказал им, что я не вор Прекратил этот разговор В этом щедрость твоя видна Всем сказал, не на нем вина Вот остался один лишь час И ты нанял, ты нанял нас И минуя жару и зной Стал я тоже работник твой И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна Не мозолил ладони в кровь Но, как и все, получил любовь И ничья, ни моя вина То, что плата для всех одна На кресте проливал ты кровь А всем нам подарил любовь А всем нам подарил любовь Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисею оттяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. А Арон же и Орл поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И не изложил Иисус Амалика, и народ его остриел меча. Слава нашему Господу. Знаете, такой случай был, когда Бог выводил свой народ из земли, из рабства, из земли египетской. И такой случай произошел. И очень, знаете, такой поучительный для нас случай, когда Амалик воевал, он противился Израилю. Но мы видим, что Моисей дает повеление своему полководцу Иисусу Навину, набери людей. И я думаю, что он набрал лучших людей, да, способных к сражению, то есть способных к войне. И они пошли и сражались. Но мы видим, братья и сестры, друзья, что победа была не в силе и не в способности воинов, а победа была в поднятых руках Моисея, да, с жезлом, да. И, ну, мы знаем, что изначально что-то поднять, держать легко, но проходит какое-то время, и руки эти жалевают, да. И в нашей жизни тоже бывает, да, когда мы уверовали, и когда мы идем, что-то нам дается легко, где-то Бог благословляет. Я помню один такой случай в нашей жизни был с женой, у нас родился, я не помню, шестой или седьмой ребенок, и нужно ее благословлять, ну, как в многодетных семьях бывает, как брат Дима сказал, иногда обилие, а иногда недостаток. И мы говорим, мне жена подходит, говорит, нужна коляска, ребенка везти, наша ветхая стала. Я говорю, нет денег, говорю, давай помолимся, мы помолились, и Бог так управил чудно, что звонят с администрации, говорят, мы хочем к вам приехать, поснимать, там день семьи будет, но перед этим они что-то к нам зачастили, и жена так отказывается от этого, как бы, ну, так скромно отказывается, но они настойчивы. Ну, и она меня спрашивает, что делать? Ну, говорю, ну, если наставить, ну, соглашайся, что-то здесь есть, да. И они говорят, а какой вам там подарок привезти, что-то? Жена снова ко мне говорит, что нам нужно? Ну, говорю, мы коляску просили, мы коляску просили. Она говорит, коляска нам нужна. И эти люди привозят, приезжают в назначенный день к нам, приезжает мэр города, несет коляску, там депутатша областная приезжает к нам в гости, перегородили все, да, детям такой праздник устроили там все. Слава Господу, да. И я понял, что есть моменты, когда Богу ничто не стоит, какого бы, кого хочешь сделать для тебя что-то, да, потому что Он всемогущий Бог. И сердце Царя в руке Господа, слава Господу, да. Но бывают разные моменты, и молитвы разные бывают, братья и сестры. Также я хочу сказать, что очень важно с этого, что про Иисуса Навина и про Моисея, чтобы мы научились поддерживать друг друга, поддерживать руки друг друга, да. Разные случаи в жизни, когда кто-то нас просит, да, помолитесь, у нас тут тоже так с начала года еще начались скорбы, но мы не просили, но из-за нас там из-за границы молились кругом, что почти все дети, да, сыновья все, они переболели, да, какую-то болезнь, ну так Бог допустил, слава Господу за все. Ибо, Слово Божие говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, да. Но важно, братья и сестры, друзья, чтобы мы научились молиться, да, за других, не за себя. Мы за себя вопием, когда проблема, когда нужда, да, чтобы мы научились поддерживать руки других, да. Как сделал это Ор и Иерон, да. Они взошли, они увидели, да, я думаю, они увидели эту ситуацию, что победа только когда руки Моисееве подняты, да. Они увидевшие, и они предприняли, да. И мы видим, что они до захождения солнца. Я думаю, им тоже было тяжело поддерживать руки Моисеева, да. И в моей жизни, я уверовал, в 98-м году приехал сюда, в 99-2000 год у меня были проблемы на работе. У нас была сестра, она уже в вечности. Я ей объяснил ситуацию, говорю, сестра, молись за меня, молись. Мне трудно, есть искушение, испытания серьезные, там восстали на работе. И она молилась, я чувствовал эту поддержку. Прошел определенный промежуток времени, и я почувствовал, когда она перестала за меня молиться. Я подошел к ней и говорю, сестра, вы за меня не молитесь? Она говорит, да, Ген, я уже перестала. Достаточно? Я говорю, ну мне хотелось, чтобы еще. Но время пришло, и время изменилось. Слава Господу, да. И когда нас кто-то поддерживает, руки наши, да, руки молитвы, мы это ощущаем, мы это чувствуем, мы радуемся, что за нас молятся, да, и слова Господу, да. Поэтому важно, братья и сестры, друзья, чтобы мы научились, да, не только когда нас просят, но и тогда, когда нас не просят, чтобы мы видели, как Ор и Орон, они видели эту ситуацию и поддерживали молитвы руки других, да. Да, утешали, ободрали, чтобы человек не упал, чтобы человек смог пройти то или иное искушение. Еще один случай у меня в жизни был. Я за одного из родственников молился. Он уже не молодой, я долгое время молился. И он когда-то был в детстве, ходил в церковь, но время там изменилось, да, там, карьера и все, и в его жизни так. И он уже пошел на пенсию, и он снова начал в церковь ходить, возвратился, начал готовиться к водному крещению. Все у него вроде хорошо, все, уже скоро водное преподадут. И к ним пришла мысль, все, он встал на ноги. Достаточно молиться, сам дальше пойдет. Я оставил молитву, знаете, братья и сестры, короткий промежуток времени, он ушел с церкви, ушел, да. И я понял, как важно, да, что Ор и Орон, они до конца, пока не была полная победа, они поддерживали руки Моисея. И как важно нам, чтобы мы друг друга руки поддерживали до последнего, да. Не всегда так легко, да, молиться за кого-то, да. У нас есть тоже проблема в церкви, но я вижу, Бог начал мы на этом месте разрешать ее, да. У нас много сестер, незамужних уже, которым за 30 лет, да. И мы молимся, и иногда я сам тоже отчаиваюсь, я молюсь с ними. Иногда тоже отчаяние, такая усталость. Но однажды Бог проговорил к моему сердцу, и он такие слова сказал. Если они даже перестанут молиться, ты молись. Я говорю, Господи, буду стараться исполнять то, что ты сказал, да. Поэтому помоги, Господь, чтобы мы старались, братья и сестры, да, чтобы была эта победа, чтобы было благословение в жизни каждого, да. Есть молитвы разные, да, мы можем, иногда это молитвы длительные, да, с постами, все. А есть молитвы короткие. Однажды у меня в жизни была очень короткая молитва. Я ее, это два слова было, Господи, спаси и сохрани. У нас очень крутой спуск по дороге, но братья, кто были в Березовском, знают, да. И у меня была такая машина, летаясь, небольшой микроавтобус, такая коробушка, и у меня посредине дороги оторвалось колесо. Я не знаю причину, и меня начало кружить, сильно кружить. Я только успел, Господи, спаси. И так Бог чудно явил свою милость. Там был сугроб, и Бог так аккуратно посадил машину, машина целая. Я, конечно, страха натерпелся, братья и сестры, вышел, трясусь весь, слава Господу, но живой, там нашел барабан, колесо приделали, все, и дальше поехал, слава Господу, Бог явил милость, да. То есть иногда молитвы надо усиленные такие, сильные, и как у нас брат Костя говорит, помолитесь, говорит, хорошо помолитесь, да, и тогда Бог являет свою милость. А иногда это короткая молитва, которая в двух словах, и Бог являет свою милость, слава Господу. Я думаю, братья и сестры, друзья, мы помолимся, чтобы Бог нас благословил, чтобы Бог нас сделал способными держать руки друг друга, поддерживать, да, не огорчаться и не останавливаться в этом. И то дело, если мы начали за кого молиться, чтобы мы до конца, я знаете, сейчас уже за тех людей, которые даже начал молиться, они члены церкви, они уже идут, но я не оставляю молиться. Мне собственный опыт жизни показал, что нужно идти до конца. Я не знаю, сколько еще придется, но я стараюсь каждому постоянно, в периодичности за них молиться. Слава Господу, братья и сестры, мы помолимся, чтобы Бог каждого ободрил, благословил и дал силы, чтобы мы были способны не только за себя, и за других молиться. Аминь. Прославим Господа. Стихотворение называется «Я только хотел». Я хотел в этом прошлом году стать подобным Иисусу Христу, но теперь, когда год пролетел, вижу я, что я только хотел. Я хотел друзей больше-больше, больше-больше любить, своим ближним любовью служить. Огорчить же я многих успел, а любить всех я только хотел. И больных я хотел посещать, утешать их, нужде помогать. Но как редко у них я сидел, как печально, я только хотел. Так же радостным быть я хотел, как нам Павел Апостол велел. Но я часто уныло смотрел, радоваться я только хотел. Я хотел чаще ночью вставать и Иисуса Христа прославлять. Нарушать сладкий сон я не смел, и молиться я только хотел. Я хотел быть примером для всех, чтобы не был во мне виден грех. Но мне стыдно теперь моих дел. Быть примером я только хотел. Сноп один я хотел принести, но минули уж страдные дни. Я с пустыми руками пришел, под листвой я плодов не нашел. Я хотел только верою жить, как енох пред Богом ходить. Но я часто на волны смотрел, жить по вере я только хотел. Я хотел всем сказать о Христе, на работе, соседям, везде. Но я молча на них лишь смотрел и сказать им я только хотел. Все обиды хотел я прощать, коль кто станет меня обижать. Но на это я сил не имел, и прощать всем я только хотел. Благодарным хотел быть всегда за все милости Бога Отца. Но роптал я, душою чествел, благодарным быть только хотел. Мой Спаситель меня оправдал, на кресте за меня умирал. Но печален был бы мой удел, если б Он этого только хотел. Милосердный отец, помоги, снова год у меня впереди, Чтоб не только я много хотел, но исполнить все это сумел. Отец бесчисленный Мои враги Как много их восставших на меня Они твердят одно Что Бог с тобой, что Он спасет тебя А Бог мой щит и слава надо мной Вознес меня к себе и защищает Он даже слышит тихий голос мой Рукой твердый от беды спасает Чтоб я не делал он, где бы ни был я Мой Бог со мной, и пусть враги боятся Им никогда не одолеть меня Я не один, и я готов сражаться Восстань отец и сокруши врагов Смети преграды на пути моем Мой Бог, мой щит, мой свет и мой покров Моя защита и спасение в нем Мой Бог, мой щит, мой свет и мой покров Моя защита и спасение в нем Светлый отец и reset Да услышит тебя Господь твой В день печали твоей Да защитит тебя имя Бога Якова Да пошлет тебе помощь Из святилища, из святого Сиона Да подкрепи тебя Иные колесницы, иные конями, а мы именем твоим Они покоревались и парят, а мы стоим Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем твоим Они покоревались и парят, а мы стоим Да даст Тебе Бог Твой по сердцу Твоему И намерения Твои да исполнит Господь Мы возрадуемся о спасении Твоем И во имя Бога славы знамя вознесет Иные колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Ныне познал я, что спасает Господь Помазанника своего Помогает ему со святых небес Могуществом десницы спасения Его Иные колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Иные колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Иные колесницами, иные конями, а мы именем Твоим Они покоревались и палим, а мы стоим Они поколевались и пали, а мы стоим. Правде вечной и чистой, Пусть славят Господа наши уста. Смело идем, Правде вечной и чистой, Пусть славят Господа наши уста. Нас окружают все темные силы, Души хотят погубить навсегда. Будем же верны Христу до могилы, Нет, не изменим Ему никогда. Будем же верны Христу до могилы, Нет, не изменим Ему никогда. Помним слова, что Спаситель сказал нам, Гнали меня, будут гнать также вас. Будем стремиться к Христу безвозвратно, Чтобы дух Божий в сердцах не угас. Скоро вернется наш верный учитель, Всех нас, друзья, от земли восхитит. Скоро взойдем мы в Христову обитель, Путь наш тернистый до неба лежит. Скоро взойдем мы в Христову обитель, Путь наш тернистый до неба лежит. Слушайте все, в ком еще сердце бьется, Скоро конец всем невзгодом придет. Время летит, Божий стук раздается, О, пробудитесь, Господь уж грядет. Я хотел бы зачитать притчи 30-я глава с 18-го и 19-го стихов. Три вещи непостижимы для меня, И четырех я не понимаю. Пути орла на ней, Пути змея на скале, Пути корабля среди моря, И пути мужчины-девицы. Смотрите, есть вещи, которых мы не понимаем, да, ну, такой образный язык. Конечно, кто там орел, куда он летит, да, но есть Бог, который управляет всеми путями. Ветрами, орлами там, все, помните, его Бог говорил, да. Вот мы посмотрим, мы не знаем, а Бог знает. И вот о пути не наши, его мысли не наши мысли. И вот в Пути написано, мужчины к женщине, они тоже непостижимы. Вот был у Саши какой-то путь, он шел, шел, шел к этим путям, сам не знал, никто не знал. И брат Гена говорит, не знал, что сегодня здесь будет, а вот здесь оказался. Ну, вот так вот получилось, и его путь закончился. Его путь закончился, вот там появилась одна сестра, да, и на ней он закончился. Теперь у Саши пути больше к женщине не будет, он уже пришел, он уже нашел снова господа. Это сестра Алена, это сестра Алена из Березовска, это вот из церкви, где брат Геннадий Яковлев. Вот, ну, да, вот их пути пересеклись, закончились. Я так думаю, знаете, написано в вашу строку салом, что напрасно трудится строящий, если Господь не сосидит дома. Не хотелось бы, давайте мы с вами помолимся, чтобы Бог благословил, да, чтобы Бог помог, чтобы Бог соседал их дом, их дальнейшие все приготовления, устроение, их много еще сейчас лапот будет, да, нужно будет и заявление подать, и с ним определиться, и материальные, и все, все, все вот это вот. Ну, а так мы уже обсуждали, кратенько сварка будет здесь, в бракосочетании. Вот, жить они, возможно, будут здесь, но они еще будут это согласовывать, уточнять, еще, как бы, не завершающие уже решения, вот. Давайте мы с вами помолимся, благословим. Есть кто против? Нет. Нет, поддержавшиеся, тоже все заодно. Давайте мы помолимся, благословим.